всем привет ребят как обычно когда это видео выйдет я не знаю но снимается она восемнадцатый год первая декада ноября вот видите уже такой первый снежок остатки первого снега все подтаивает ну и у меня сегодня очередной выход изначально я планировал даже уже собрал рюкзак накануне вечером куда-нибудь выйти костерок развести что-нибудь приготовить или картошечку или макарошки поджарить что-нибудь посидеть но пересилила другое так как неделя в городе проходит в офисных буднях захотелось именно как обычно я это и люблю просто походить то есть размять ноги посмотреть места и сегодня я планирую пройти порядка 12-13 километров может 15 получится не знаю точно я не высчитывал и пройти хочу в принципе по уже знакомым местам но вдоль кромки леса прогуляться там я в этом году бывал всего наверное пару раз поэтому предполагаю если все получится сам выход должен быть интересным места все-таки не так мной там и схожены и наверное будет что посмотреть то есть короткий план пройдусь что-то поснимаю что-то покажу ну и надеюсь вам тоже будет интересно посмотреть на осеннюю картинку пасмурного дня нижегородских земель здесь лежат спиренные ели и свое время на них видел вот этот вот желтенькие грибы которые если потрогать очень нежные нежные и вот сейчас иду их здесь образовалось прям множество грибница видимо разрастается и условия которые довольно благоприятны для этого гриба вы видите он покрыл буквально весь этот обрубок вот первый и вот второй ствол также еловый вот он весь в этих грибах смотрится еще классно для архива сфотографировал когда-нибудь может быть в блоге и размещу у себя и тут интересная картина вот видны деревья уже упавшие гниющие и собственно говоря понятно они все заражены грибницей видите вот разные грибы и плесени вот так покрывают стволы этот белый налет многие наверное это наблюдали на старых домах в погребах вот такую вот штуковину и постепенно дерево древесина разрушается размягчается и все перегнивает ничто не остается просто так все идет в дело тишина в лесу неимоверная и сквозь эту тишину осеннюю очень отчетливо слышно звук трассы вот при такой погоде в это время года в лесу заблудиться наверное нереально трассу слышно вообще гудит влажность листьев нет погода пока безветренная вот все это и создает такие акустические условия а на лужах уже видно корочка льда вот видите вот они признаки изменений в природе вот он лед красивые формы скорее всего сегодня все растает но тем не менее уже такие недвусмысленные напоминания предвестники зимы как будет в этом году не знаю ранняя зима поздняя но может быть всякое возможно это уже последний выход по земле потом будет снег посмотрим еще ребят сейчас иду и заметил такую странность вот чувствую прям вот реально чувствую какой-то приятный аромат то ли духи какие-то то ли вот прям вот вкусно такой приятный душистенький вообще класс и не могу понять что это и на что похоже тоже на протяжении нами наверное метров пятьсот и дух и ощущаю не пойму тонкий тонкий аромат может быть кто-то прошел вот здесь какой-нибудь турист туристка женского пола не знаю но явно ощущается я больше думаю что это скорее всего что-то в лесу может быть грибы может быть какие-нибудь не знаю там субстраты что-то отгнивает вот такой вот запах аромат распространяется не знаю но приятно вообще капитально просто балдею идти сегодня очень комфортно шикарно просто толщина где-то сантиметр смотрите ребят лесная трагедия или по-другому если сказать лесная жизнь закономерность эти дерево и вон там сверху она обломилась порыв ли ветра был еще ли что-то он прям видно он там сверху раз и все но я вот не пойму она по моему какой-то уже мертвое было вроде бы ствол и сох но тем не менее смотрится вообще ведь как вот ствол и верхушка вся опущена вниз ну здесь таких много вон упавшая видите вот валяется все и очень радует красавцы трутовики вот такие гиганты еще класс вот на этой березке она заражена опятами там вот на ней опятки росли их срезают очень много так что это тоже очень хорошо я пока иду дальше вот мы видим живицу смолу в данном случае это еловый вариант ну у меня запасы дома есть немножко сделал ну а сейчас кусочек маленький вот вот кусочек сейчас отсюда-то откушу и пойду буду во рту дело рассасывать живица вообще вещь очень полезная от целой кучи заболеваний там раны инфекции для иммунитета ну там много всего конечно это не панацея и веровать в то что только одним средством можно чем-то себе помочь это абсурд но в плане вот такой природной профилактики я это периодически делаю вот эту сейчас живичку возьму кусочек прям откушу небольшой небольшой откусил хотя выброшу и буду идти она будет у меня во рту такая легкая простая доступная природная профилактика что-то у меня с нюхом случилось сейчас иду явно ощутил запах печеной картошки откуда чего непонятно но он был как вариант то что я не завтракал сегодня может быть это сказывается что хочется есть и мысли уже достраивают все но не знаю вон засидка видна я вам показывал эти засидки вот одна там и вторая не знаю используются они или нет вот как-то так ребят прикольно сейчас стоял слушал птиц там где-то в лесу какие-то звуки были интересные птичьи ну слушал и вдруг увидел вот в этом пролезки в зарослях конечно на камеру заснять это не могу я услышал и увидел снегирей вот реально видно было сначала вернее даже услышал как кто-то по деревьям по веткам там скотчет присмотрелся смотрю снегири вообще класс прикольно жаль что камера не приближает так бы заснял они прям там прыгали наверное секунд 20-30 точно можно было бы заснять все лес стал абсолютно прозрачно мне нравится такой лес было время он туда ходил то есть вот дохожу прямо до этого места и туда там где-то километра три с половиной четыре до трассы через лес интересно куча всего классного болотца там встречаются такие завалы которые фиг пройдешь приходится обходить но сейчас я стандартном году по этой тропе по этой дороге уже ходил вы видели наверно ну а там потом вдоль леса свои маршрут я сильно не меняю то есть специально куда-то далеко не уезжаю в новые места пока у меня вот такой формат и в принципе все устраивает я говорю достаточно сейчас на 100 метров зайти в лес картинка меняется капитально и пожалуйста гуляй сделай лагер там строчу нибудь хоть жилище временное радости полные штаны и будет вам хотя туда вот зайти сейчас там двигаться все но у меня просто другие задачи на сегодняшний день я статику не очень люблю больше нравится вот такие прогулки когда идешь и смотришь вот мимо такого никогда вообще не могу пройти мог брусничка растет без ягод правда смотришь и радуешься пожалуй сфоткаю на рабочий стол будет заставка наверное наверное хорошая сегодня пока иду не встретил еще ни одного человека наверное нормальные люди дома сидят отдыхают выходной день что обычно идешь кого-нибудь да встретишь а тут вообще 0 но я об этом нисколько не жалею даже наоборот меньше встречаешь кого-то по пути так какой-то степени даже спокойнее идти самолет учет сегодня разлетались гудят можно сказать примерно половину пути прошел хотя ответе вот они свежие следы человечи вот они свежий след причем что интересно я иду оттуда там этих следов не было такое чувство что человек дошел до сюда и пошел обратно свежачок может быть с кем-то и встречусь посмотрим смотрите как красиво мог такими шариками покрыл ствол дерева вот видите ствол видны лишайники и вот он красавец мог такими вот как шариками колониями растет вообще красиво и самое интересное дерево мог лишайник все они друг другу какой-то степени помогают все взаимосвязано естественно данную картинку и сейчас сфотографирую это просто супер тут так птицы поют вообще камера это моя камера в частности это наверное не сможет передать в полной мере но был момент они прям заливали здесь я как смог записал на устройство эти голоса к сожалению у меня с собой наушников нет поэтому не знаю как получилось но вроде бы по сигналу шкала двигалась то есть в теории наверное четко получилось дом послушаю и если все хорошо я эти голоса наверное вставлю слайд-шоу слайд-шоу наверно выйдет раньше чем это видео скорее всего но главное чтобы получилось все это основное сейчас мне в теории нужно он туда эти я сейчас чуть-чуть пройду вперед посмотрю как там ситуация мы повернул прогуляюсь а там дальше уже или на трассу пойду или же как вариант свернул чуть раньше в лес пройду по тропинке через лес это будет видно по ситуации ответе деревца и от стволового поцарапан но это скорее всего вот видно дорога какая-то техника видимо шла и придавив ствол нанесла эти царапины царапины свежие можно предположить что техника здесь проходила ну где-то по времени в районе недели вот так вот мне туда нужно но такой траве эти чуть тяжеловато план немного меняется потому что до леса вот я не знаю вам видно нет но там вдалеке вон там далеко-далеко деревья ну метров 800 наверное отсюда по такой траве топать тяжеловато поэтому я сейчас 2 двигаюсь деревеньки вот она у меня прямо по курсу по этой накатанной колее и скорее всего сейчас выйду на деревенскую дорогу какую-нибудь на восковольтку и пройдусь до трассы наверное потом пойду по трассе прогуляюсь а далее до знакомых мест откуда можно свернуть и пройти через лес наверное в теории в саму деревню меня очень охота заходить он восковольтка наверно туда пойдущий направление буду держать видно дерево стоит вот у него ствол тут наверное то ли ветвь было ответвление еще что-то видите прям с мясом выдрано интересно все нутро показывает но что самое интересное дерево пока еще живое хотя ясно что вот эта рана она даром просто так не пройдет во первых туда попадает гниль различные грибки и всякие все такое во первых во вторых целостность уже волокон нарушена и при сильном порыве ветра все это может упасть и скорее всего так и будет но эта жизнь никуда от этого не деться слышны звуки деревня которая тут рядом но деревня не слышит меня тут все лежит этот участок прохожу чуть я уже притомился там была чага наверное метра три три с половиной над землей росла хотелось сбить вот палкой своей но ничего не получилось из этой затеи не достать надо или лезть или еще как-то не знаю вот еще эти маленькая чага туристический вариант для чая брать естественно этот маленький кусочек я не буду пусть растет может быть кто-нибудь потом пойдет какой-нибудь путник когда-нибудь это чага подрастет и человек реально обрадуется вот я вышел почти тут но сейчас идти надо будет вдоль кромки леса до тропинки многие уже малость гудят осталось в основном из-за преодоление вот таких лесных завалов потому что по тропинкам когда идешь в принципе не устается нормально когда вот завала сил теряется неимоверное количество вот я выхожу вижу что снова все в этой траве золотарники сейчас посмотрим ну-ка да вот вы видите как не по идее вон туда вот он если сейчас нет трава можно было напрямую раз и все хорошо а так придется сейчас идти вот по краю в принципе так хотел но как оказывается видите я же как начинают заговариваться и окраина заросшая но зато это тоже опыт зато буду знать да и просто интересно может чего-нибудь увижу прикольного осенний день короток уже в лесу реально начинает темнеть видимость видимость не очень хорошая еще буквально чуть-чуть и и все и все но поражает сама тишина лесная на некоторых участках птицы конечно поют заливаются но в основном тихо вообще слышно даже вот как какая-нибудь ветка хрустнет где-нибудь так сейчас я наступил красоте главное засветло успеть дойти до нужной точки потому что в темноте двигаться не очень хочется я вот здесь немножко под запутался тоже мне вот где вот этот березняк заканчивается то ли здесь сворачивать то ли вон идти он за тот лес пока не пойму вот решил взять направление сейчас вот сюда вот там гляну если нет тогда пойду дальше обходить выход уже однозначно удался удовольствие капитальное главное что еще с погодой повезло дождика нет это хорошо заряд энергии бодрости получим на 10 лет вперед кстати я сделал один вывод для себя уже сделал что меньше надо кушать потому что двигался в этот раз последние пару месяцев значительно меньше ходил походы это вот лось у нас был видите красавец лосик ну и вот походы ходил меньше но зато кушал не меньше и как результат сейчас идти не так легко как хотелось бы не скажу что прям все плохо но тем не менее такой вывод для себя сделал было ребят время когда я только начинал заниматься походами сейчас в это наверное мало кто поверит но на лыжах например я мог пройти всего километра два и все задыхался сопли усталость правый левый бок болеть начинали все было тяжело не говоря уже вот таких пеших выход выходах но примерно лет за 7 за 10 хождений потихоньку потихоньку как-то организм стал привыкать адаптироваться где-то крепчать может быть и это дает свой результат поэтому всегда всем говорю есть возможность гуляйте отдыхайте вот так занимайтесь походами простыми если это на регулярную основу поставить то за пару-тройку лет человек меняется вообще полностью как физическом плане так и в плане духовном ношение отношения к природе мира ощущения меняется вообще куча всего меняется так ну ладно сейчас пойду туда посмотрю а там уже прям у решения я рано обрадовался я вышел не туда куда мне нужно было как итог ошибся метров на 500 еще давно просто не был на этом участке вот и промахнулся сейчас снова прохожу пролесок стараюсь идти сейчас уже побыстрее чуть-чуть потому что темнеет помаленьку вот так-то я уже знаю где я нахожусь это радует на самом деле но эти еще придется сейчас главное вправо не взять слишком сильно потому что если взять вправо умотаю в лес а там придется через лес топать мне надо выйти на открытый участок он туда и тропинку там найти одну такая история маленькая приключенец и получилось зачетная зато камень нашел вот они поработали дятлы работают только так добывают себе еду и создают в лесу вот такие классные картинки которые кстати видны издалека за счет белого цвета вот такого вот такие встречаются видите в лесу завальчики естественно ну так прямо сейчас туда я не пойду это все нужно обходить смотрите как деревья падают обламываются все вообще стихия видите как береза тоже впереди приходится все это дело обходить и параллельно снимать некоторые кадры так-то если не снимать можно быстрее двигаться но наверное многие подтвердят кто ведет свой канал что это уже своего рода заболевание видишь картинку надо заснять вот так вот но я не жалуюсь я наоборот именно этому заболеванию я рад и вот я снова выхожу на очередную просеку уже боюсь даже предполагать туда вышел винт туда что два раза уже ошибался ну-ка сейчас посмотрим где я формально вроде бы туда вроде бы туда как мне кажется гриб растет видите грибочек так да мне кажется сюда потому что уже все он дальше у меня варианты тогда отпадают сейчас туда ускоро там идите мне вроде бы я должен выйти на тропиночку на свою да туда я вышел вот я узнаю уже вот по этой березовой аллее природной все я вышел и отсюда мне это пять километров до дома но это уже нормально потому что место хорошая будет здесь дальше проходимая и и по тропинкам тут уже просто идти и радоваться вот я вышел в этот раз давненько я тут не был давненько наверное месяца три точно не был 4 я даже не помню когда последний раз сюда приходил видны на тропинке следы вот я сейчас иду и вижу что шел человек вот след вот след вот след ну видно там примята и сбита листва вот посмотрите вот если пересмотритесь тропинки она прям видно наверно видно по крайней мере я вижу шел человек кто-то тоже или гуляет или какими-то делами может занимался я не знаю здесь я иду уже неспешным шагом потому что сейчас вот выйду из леса там к лагерю который вы уже видели неоднократно наверное там все уже понятно можно будет идти не напрягаясь а просто отдыхать ноги конечно гудят и заметил сейчас на фотоаппарате у себя на экранчике черные полосы счет с экраном по моему случилось ну сами фотографии нормальная это экран я решил так когда все поломается когда вы техника из строя тогда буду думать о покупке чего-либо нового просто пополнять коллекцию девайсов решил этого не делать поломается куплю какой воздух чистый ребята вообще говорю после города недельного пребывания идешь и прям душа прям радуется класс а еще радует то что сам выход сам поход он удался да там где-то срезал где-то там еще чего-то но в принципе как было запланировано так все идет это хорошо ведь как мог на стволах как контраст образует ярко-салатово-зеленый еще прикольно кстати без палки сегодня шел без палки раза в три-четыре навернулся бы все скользко вот листва пожухло сыра скользко нога едет на некоторых участках и пару несколько раз пару-тройку я прям реально еще бы чуть-чуть и загремел вот такие дела осеннее торжество коричнево-оранжевые грибы заселили ствол немножко видно снега и льда который тает вот видите как и все это создает невероятно просто красивую картинку со стороны наверное камера показывает как это все видно сочника ярко просто какой-то класс вот видите как я же вроде как вышел по этой тропинке и сейчас сейчас просто обратный путь я надеюсь без каких-либо приключений хотя на любом выходе пока не окажешься дома или на точке какой-нибудь эвакуации расслабляться до последнего рана вот озерцо тут иногда рыбу ловят какую не знаю скорее всего ротанов скорее всего там креслица валяется уже несколько лет я его наблюдаю периодически его ставят в нормальное положение но она уже все полностью сгнила то есть кто-то то есть видите тут уже все перегородки в свое время ставили сидели я видел вот они рогатулечки стоят скорее всего ротан здесь но кто его знает может и карась вот он выход и мне туда здесь интересно когда снежок первую выпадет наблюдать следы лисица здесь бегает постоянно вижу на класс решил я через вот этот березнячок пройти все только потому что нет под ногами высокой травы а идти можем достаточно спокойно примерно направление я знаю места эти уже знакомые кажется дождик начинается до дождь пошел моросит дождик пошел дождик это это прям не очень хорошо дождь это не в тему главное чтоб сильно не начался так как этим не далеко мокнуть под дождем желание нет ухо красиво смотрите вообще вот эта картинка вот эта картинка картина достойная фотография однозначно сейчас надо сделать вообще просто какой-то шикардос смотрите как класс рядом я наблюдаю как зайцы поели кору это зайцы были то зайчики фотографирую супер ребят ну на этом мой поход сегодняшний наверное можно считать завершенным мне осталось как я говорил километра 45 отсюда но это будет дорога вот примерно вот такого плана и я там ходил уже постоянно то есть вы эти кадры видели это уже выхожу на родные просторы так это можно назвать приятно осознавать что кому-то нравится то что делаешь то что вы смотрите комментируйте ясное дело что когда получаешь положить положительный отзыв это как-то вдвойне приятней даже я надеюсь что вам данные прогулки мои нравятся в частности сегодняшний выход такая бродилка осенняя тоже доставила удовольствие вы посмотрели на нижегородскую осень как-то бывает у нас на березки на такие уже без листьев ну я всегда вам рад всем тем кто смотрит заходит комментируют лайки лайк если ставите вообще супер если дизлайк значит наверное заслуженно скорее всего ну а нет так нет что ж всяко бывает это не самое страшное в жизни со своей страны хочу всем сказать спасибо любите природу убирайте за собой мусор на своих выходах вам удачных вылазок чтобы все было нормально я сейчас говорю немножко подтормаживаю потому что чет я маленько подустал сегодня уже мысли как-то плохо складываются в четко оформленную речь как-то так на этом все всем пока удачи всех благ чтоб все было нормально пока друзья